здравствуйте дамы и господа с новым годом я обычно перечислял всех братья сестры родителей подписчики коллеги и просто хорошие люди с наступающим праздником ну вот и сейчас получается разом перечислил всех вроде никого не забыл однако канал перевалил уже некие границы приватности и стал полноценным средством массовой информации с чем всех нас и можно поздравить однако несмотря на это я хотел бы отдельно упомянуть и поздравить с новым годом моего друга детства виталия жукова очень он мне помог прямо в самый нужный момент выручил спасибо огромное и другого человека которого я никогда в жизни не видел я сам не могу в это поверить это александр шевченко почему-то именно этот человек очень сильно на меня повлиял я части был виновником того что появился этот канал жукову хотелось бы сказать держите суп горячим я очень намереваюсь съездить на байкал а александру шевченко побольше здоровья вещь по нашим временам очень нужная и особым образом всех подписчиков и зрителей которые поддерживали канал вы даже не представляете себе насколько это было важно как раз на новый год у меня родилась дочь и вот сейчас ей ровно годик вот прям сегодня а я уже взрослый человек и совершенно не ожидал такого поворота событий когда я был намного моложе и неплохо зарабатывал это рождение ребенка это же огромная ответственность и много труда и времени а в моем возрасте да еще и в момент переезда так я поначалу был уверен что это просто погибли все сразу погибели все все блогеры благодарят своих подписчиков и на свой день рождения в октябре я тоже очень эмоционально это сделал и конечно нашлись люди которые написали что получилось слишком пафосно и неестественно и зачем столько лишних слов и так далее но я не сказал до какой степени помогли зрители канала и посетители сайта мактоптыгин точка ком благодаря этому удалось не просто продолжить выпускать видео но и на новом месте вносить новшества и создавать дополнительные сервисы поэтому я говорил и говорю большое спасибо всем людям кто поддерживает канал к сожалению я не могу перечислить имена всех но каждый кто помог знает что я обращаюсь сейчас лично к нему большое спасибо отдельное спасибо всем кто пишет теплые слова и даже просто ставит лайки так как на создание видео уходит много труда и времени часто создание видео сопряжено с физически сложными действиями или большими затратами я никогда не останавливаюсь перед тем чтобы переснять материал если замечать брак это бывает не часто но в этом году пришлось переснять частично два видео и провести несколько дополнительных выездов на съемки так как я посчитал что материала недостаточно и в общем то это было возможным только благодаря поддержке зрителей сами подумайте нужно загрузить оборудование договориться с моделью и ехать километров 35 через весь петербург чтобы получить наглядную и правильную отснятую картинку поэтому конечно перед выпуском видео всегда всегда нервничаешь как перед премьерой фильму прям поэтому любое положительное действие воспринимается как я не зря это переснял или не спал всю ночь или забрался черт знает куда как вы видите я даже сбросил вес уже на 15 килограммов так что у нас с взаимовыгодное сотрудничество следующем году я хочу слегка изменить центр тяжести канала если кто помнит он начинался как познавательный и обучающий и в основном был для тех для кого фотография любимое хобби или один из видов творчества а фототехника рассматривалась в качестве инструментария так вот хотелось бы вернуться к этому формату обзоры выходящих и уже вышедших камер и оптики никуда не денутся но обзорах будет акцент не на технических данных камеры а на том как и для чего ее лучше всего использовать как настраивать какие хитрости в ней есть отчасти это уже внедряется и по вашим отзывам видно что такого рода обзоры большинству более интересны чем просто сухие обзоры техники также теперь в обзорах будут демонстрироваться не только сухие тестовые фото но и фотографии какие удалось получить с помощью показываемой камеры используя все навыки и знания по фотографии постобработки я уже подготовил серию таких кадров для очень интересной камеры fujifilm xf10 вы их можете увидеть у меня в соц сетях и на 500 пикс да я решил оживить свой аккаунт на 500 пикс на этом ресурсе не очень-то теряется качество это раз а второе там автоматически пишется на что снято при каких параметрах и на какую оптику и с каким фокусном расстоянии а это я всегда ленился писать то есть если вы даже сейчас зайдете по этому адресу то сможете посмотреть на то что мне удалось выжать по максимуму из тех камер которые были на обзорах и которые даже не были и посмотреть на параметры как и на что это снято пока что я мало что туда выгрузил но будем считать 1 января 2019 года датой открытия моей страницы на этом ресурсе конечно фото там будут появляться раньше чем обзоры на youtube это понятно сначала то делаются фото а потом пишется обзор поэтому там можно высмотреть много чего интересного и да там будут выставляться только те кадры которые хоть как-то получились с чисто художественной точки зрения они просто честные сканы действительности с камеры которые иногда бывают до безумия скучными ну по крайней мере для меня к тому же на тестах я стараюсь прижать камеру разными способами и некоторые уже начали думать что я все знаю о фотоаппаратах но фотографирую я вот так как в тестах хотя я художник по образованию и уже потом дизайнер рекламист и технарь то же самое будет и в соцсетях инстаграме майк таптыгин вконтакте и на фейсбуке ссылки в описании под видео то есть я больше не буду выкладывать скучные тестовые кадры с правильной выдержкой и ровным горизонтом а там появятся более человеческие кадры которые или красивые или интересны сами по себе а не только с точки зрения пересчитать сколько там шума и сколько мегапикселей строго технические кадры будут выкладываться видео архивов в облако такая практика уже началась и теперь она будет продолжаться и развиваться мало кто знает да и я сам уже забыл но у меня есть twitter где появляются оповещения обо всех моих публикациях кому интересно вот как я понимаю там отображается любое моё движение среди google на ю тубе фейсбуке и других соцсетях ну и не забывайте все вопросы по выбору фототехники и и настройки использованию адресуйте на вот этот сайт майк таптыгин точка ком там же можно записаться на персональное обучение по skype то есть кроме разовых консультаций есть еще два очень эффективных курса с нуля для полных новичков по грамотной постобработке фотографии и начальный курс по съемке и монтажу видео был еще курс по созданию трехмерных персонажей создание трехмерных мультфильмов но почему-то пока у меня была школа по цифровой графике фото и видео этот курс был самым популярным а сейчас меня все воспринимают только как технического эксперта по фото хотя на самом деле мои компетенции гораздо шире и технические знания в таком объеме невозможно получить если не знаешь большинство смежных дисциплин ну например 3d анимацию и создание персонажей в некоторых видео я показываю трехмерные анимации сделанные буквально за 5-10 секунд но видимо придется делать еще один плейлист с 3d анимацией так как это довольно интересно сайт по адресу мактептыген точка ком сейчас работает как дизель заполярье в полностью ручном режиме то есть я не рассчитывал что будет сразу такой наплыв посетителей поэтому сейчас доделываются уже серьезная автоматическая версия сайта ребята изо всех сил старались успеть его сверстать к новому году но не успели такое бывает поэтому пока что все что вы видите на сайте пишу я отвечаю на вопросы тоже я и все это в ручном режиме и до обучение на данный момент проводится лично персонально и никаких заранее записанных видео просмотреть не предлагается это исключительно ручная работа хендмейт так сказать ну а пока приятных праздников и выходных с новым годом скоро увидимся до свидания